вот таком состоянии за мной находится грядка после выкатки чеснока что следует сделать на ваш взгляд я поступлю просто на эту грядку я посею горчицу горчица является идеальным сидиратом который смягчит землю сделает ее рыхлой и шелковистой также обеззаразит и уберет того же проволочника и избавит вас от многих многих неприятностей которые могут постерегать вас в следующем году август сентябрь месяц самые месяца когда стоит посеять сидираты но сидираты быстрые быстрый сидират это например горчица если стоит жара как например 2022 году в августе то следует конечно же как-то либо организовать постоянный полив чтобы семена не пересохли либо замульчировать но тоненьким тоненьким слоем мульчи чтобы именно сохранить влажность семян заделывать в почву горчицу нет необходимости она сеется поверхностным способом посмотрите я сейчас добавляю в эту грядочку немножко земельки потому что грядка была заполнена в послойно с травой в прошлом году на ней прекрасно вызрел чеснок в следующем году здесь я посажу даже не знаю пока что еще не решил не распланировал свой огородик но обязательно что-то посажу конечно же но чтобы не убить землю чтобы она не заселилась сорными травами не заселилась вредителями необходимо ее закрыть хотя бы замульчируйте просто свежескошной травой толстым слоем 10 сантиметров замульчировали и до весны забыли если же в вашей местности очень много присутствует мышей полевки например то на зиму все-таки стоит эту траву перекопать или присыпать землей ни в коем случае не оставляйте особенно сена сверху иначе мыши полевки там поселится и особой радости вам не принесут весной горчица заменит вам лопату то есть нет необходимости перекапывать грядку просто чуть-чуть подровняли числе для эстетических целей можно не равнять в принципе вовсе вот пост чеснока можно не равнять покидали горчицу полили следите за влажностью через пару-тройку дней горчица у нас начинает сходить и уже когда она выросла до хотя бы 20 сантиметров и уже в этом возрасте можно будет перекапывать спокойно можно срезать просто плоскорезом можно перекопать можно просто скосить ее любыми средствами которые у вас доступны горчица бывает белая черная и еще какая-то там третий вариант но продается в наших магазинах в основном вот эта белая горчица она самая ходовая поэтому и они я и расскажу сколько ее нужно сеять тут зависит все о двух факторов сколько у вас есть горчицы лишний так сказать либо того какие цели вы преследуете если вы преследуете целью чисто сидеративное действие то 5-10 грамм выше крыши насчет более плотной посадки не сомневайтесь чем плотнее вы ее посадить тем лучше она будет задавливать сорняки то есть если вы посадите и 20 грамм на квадратный метр ничего страшного от этого точно не будет ведь сама польза вся польза питания от горчицы заключается в ее зеленой массе когда мы ее скашиваем и оставляем на земле либо перекапываем на мой взгляд перекопка предпочтительные почему я так думаю да я в этом уверен потому что при перекопке вещества вот эти не высохнут не улетучатся не превратятся в газообразно а именно переработаются почвенными микроорганизмами полезными вот давайте посмотрим сколько в моей горсти примерно находится горчицы потому что проще всего мерить горсточками один раз вы завешиваете горсть сколько туда влезает чего-либо и примерно столько же влезает средних веществ 10 грамм на квадратный метр на 100 квадратных метров у нас уйдет килограмм то есть один килограмм на сотку то есть понимаете да вот мне вот на весь мой огороде придется израсходовать один килограмм всего то есть соответственно на вот эту вот грядка который находится за моей спиной мне нужно в принципе израсходовать не более 20 грамм но я насыплю жменьку а в жменьке 40 грамм и хуже от этого точно не будет посмотрите как вот на какой плотности она лежит во первых когда вы ее кидаете постараться ее высыпать равномерно максимально равномерно в места где пересыпали ничего страшного места где мало просто немножко отдельно местно подсыпали и конечно же после этого я беру мешочек с травой и тонким тонким слоем все это дело мульчирую толще сантиметра категорически нельзя все эти сидираты нормы расходов сидиратов не существует на мой взгляд все это лирика то есть если плотно посадишь это плохо там будут мешать друг другу я тут слышал одного блогера уважаемого я так не считаю я считаю чем плотнее засадите сидиратами тем лучше тем более большее количество зеленой массы образуется который вы последствии закопаете в землю перед самыми морозцами и весной вы получите вот такой результат спасибо друзья что досмотрели мое видео ставьте лайки если она вам было полезно и интересно до свидания друзья хорошего вам урожая